Я вспомнил старый анекдот российский, когда пивная очередь стоит, перестройка, мужик в очереди стоит, ой, ну сейчас начнется, ему что начнется, ой, сейчас начнется, что начнется, ой, сейчас начнется, очередь его доходит, он говорит, две кружечки пива, пожалуйста, ему дает, он взял и пошел, ему продавщица кричит, эй, гражданин, а деньги? Он, ну вот, началось, началось, понимаете, вот то же самое, то же самое происходит, то есть украины денег нет, да если бы были деньги, она, в общем-то, и не собиралась платить, а газ нужен, а гроши нема, ну и что делать? Начинаются вот эти вот игры, начинаются вот эти информационные войны, да, это, безусловно, информационная война. Ах, Россия отключила газ, слушайте, а по соглашению, если вы не платите, отключают газ? А вам дадут в магазине того же пива или хлеба, если вы не заплатите деньги, да? Не заплатили деньги, вам хлеба не дали, вы стали кричать, а москали, они хотят там нас погубить? Да, слушайте, заплатите деньги, берите газу сколько надо, какие проблемы? Так что, если бы вот это вот не было все эти предыдущие годы, вот таких вот информационных войн с шантажом, Россия бы, Украина бы сейчас зарабатывала очень неплохие деньги, хорошие, большие, полстраны можно было прокормить на транзите газа, а сейчас начинается все в обход, в обход, в обход. Мы теряем большие деньги на постройке трубопроводов, Украина теряет еще большие деньги на том, что она окажется страной без транзита и, соответственно, без денег.